Здравствуйте, на Архея ТВ новости, в студии Анна Симакони. Политический блок АКУМ разделился на две парламентские фракции, ПДС и ППДП. Об этом в ходе пресс-конференции заявили его лидеры Майя Санду и Андрея Настасия. Они также объявили, что в законодательном органе два политформирования формально будут работать в рамках одного объединения. Также были представлены кандидатуры на руководящие должности парламента и правительства. С соблюдением максимального паритета представители теперь уже политического блока АКУМ рассказали не только о тексте соглашения, об объединении двух партий в единый блок. Лидеры ПДС и ППДП по очереди представили кандидатуры, а точнее друг друга на ключевые посты органов власти в стране. Первый пункт. Указанные фракции политического блока платформ ПДС и ППДП предлагают кандидатуру Андрея Настасия, председателя ППДП, на пост спикера парламента. Фракции, входящие в политический блок платформ ПДС и ППДП, готовы взять на себя ответственность за управление страной и предлагают кандидатуру Майи Санду, председателя партии «Действия и солидарность», на пост премьер-министра. Отметим, что о том, что избирательный блок АКУМ в парламенте разделится на две фракции, говорили многие политологи. Некоторые СМИ, ссылаясь на источники внутри политформирования, связывали появление подобной информации с разладом между лидерами двух политформирований. Представители ДПМ. Президент Игорь Дадон официально пригласил на переговоры лидеров политформирований, набравших наибольшее количество мест в парламенте. Представители партии социалистов уже провели свой раунд переговоров. На данный момент с президентом встречаются представители ДПМ. В ходе брифинга Игорь Дадон сообщил, что для того, чтобы внести ясность в переговоры по созданию коалиции, начиная с 14.00-26 марта, в президентуре он будет ждать лидеров политформирований, которые набрали наибольшее количество мест в парламенте. Лидера партии социалистов Молдовы Зинаиду Гречаную в 14.00, главу ДПМ Владимира Плахотнюка в 15.00. Лидеров блока АКУМ Майю Санду и Андрея Анастасия приглашают к 16.00. У этих партий достаточно мандатов для формирования коалиции. В Демпартии и ПСРМ заявили, что пойдут на эти переговоры. Что же до блока АКУМ, то решение еще будет обдумываться, отметил его представитель. Вероятнее всего, мы согласимся и дадим положительный ответ на приглашение. Мы очень хорошо понимаем, что только поддерживая политический диалог, возможно, политическое взаимодействие в Республике Молдова. И здесь я говорю об уже запущенных проектах и реформах. Мы примем участие, мы придем и будем обсуждать. Мы обсудим с коллегами из блока АКУМ и примем решение. После этого объявим об этом общественности. Игорь Дадон отметил, что на сегодняшний день у страны нет времени на длительные переговоры по созданию коалиции. По его словам, партии должны признать, либо они могут договориться и сформировать коалицию, либо страна начнет готовиться к досрочным выборам. По Конституции, если в течение трех месяцев в парламенте не принимаются законы, у президента есть право после консультации с парламентскими фракциями распустить парламент и объявить досрочные выборы. Но думаю, что мы не можем себе позволить ждать три месяца. Как пояснил президент, после дискуссий с каждым из лидеров политформирований, будет объявлено о том, какие политические шаги ждут Молдову дальше. Напомним, что первое заседание нового созыва парламента прошло 21 марта. В ходе него три политические партии – ПСРМ, ДПМ и политическая партия ШОР – образовали парламентские фракции. Блок АКОМ отметил, что объявит о формировании фракции в ближайшее время. Обыски в Еловенском инспекторате полиции. Антикоррупционная прокуратура и сотрудники МВД обнаружили в служебном автомобиле крупную сумму денег. В результате двое патрульных инспекторов задержаны на 72 часа, еще двоих подозреваемых разыскивает полиция. Также устанавливаются личности людей, которые передали деньги полицейским. Если будет доказана вина патрульных в пассивной коррупции, они получат от 5 до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. А также им запретят заниматься некоторыми видами деятельности до 5 лет. Серьезная авария в столице. Мужчину сбила скорая помощь, после чего он скончался. Авария произошла накануне вечером под мостом в микрорайоне телецентр. Вечер понедельника. На часах почти 10. Машина скорой помощи мчится в больницу. На борту два пациента и бригада врачей. В какой-то момент под колеса медицинского транспорта попадает 51-летний житель столицы. На месте полицейские установили, что автомобиль скорой помощи модели Hyundai, за рулём которого находился 62-летний водитель, сбил 51-летнего пешехода. В результате травм мужчина скончался на месте. Для выяснения всех обстоятельств дела правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. По действующему уголовному законодательству наказание предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Мы обратились и в национальный центр до госпитально-неотложной медицинской помощи, однако пресс-секретарь отказалась разглашать детали данного дела. 12 лет в тюрьме закрытого типа. Такое наказание получил священник из Кантемира за изнасилование несовершеннолетней падчерицы. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Правоохранительные органы выяснили, что с января по август 2016 года 40-летний священник неоднократно насиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. Это происходило тогда, когда его гражданской жены не было дома. Правда, вскрылось все это, только когда несовершеннолетняя забеременела. Мужчина бросил церковное дело и переехал в Кишинев вместе с падчерицей и ее матерью, где устроился работать таксистом. Его сожительница, узнавшая о случившемся, попыталась все скрыть. В правоохранительные органы же обратились врачи, которые приняли роды у девочки. Тогда по факту случившегося и было возбуждено уголовное дело, а приговор был вынесен лишь на днях. У беременной жительницы Кишинева, которая находилась за рулем своего автомобиля, в дороге внезапно начались роды. Женщина обратилась за помощью к патрульным, которые сразу же отвезли ее в ближайший роддом. К патрульным инспекторам, контролировавшим движение на Балканском шоссе в столице, обратилась беременная женщина, которая попросила помочь ей скорее добраться до роддома. Она рассказала, что у нее внезапно начались роды, когда она управляла автомобилем. Полицейские немедленно отреагировали на просьбу и, усадив женщину в патрульную машину и включив проблесковые маячки, доставили роженицу в ближайший роддом. Помощь оказали врачи Кишиневской клинической больницы номер один. Женщина родила здорового ребенка. Сейчас мать с новорожденным находится под наблюдением медиков. Метеорологи предупреждают, в Молдове усилится ветер. На среду, 27 марта, объявлен желтый код метеоопасности. По всей республике ожидается северо-западный ветер порывами до 55-65 км в час. Это может привести к аварийным ситуациям, перебоям в работе электросетей, падения сухих деревьев. К тому же, в ближайшие дни на всей территории страны температура воздуха опустится до минус 3 градусов ночью. Дневные показатели будут на уровне 17 градусов тепла. Не исключают синоптики и осадки в некоторых районах республики. В Аргееве благоустраивают подъездные пути к городской свалке. Совсем скоро просевшую от тяжести большегрузных автомобилей земляную дорогу сменит упругая насыпь. Ее сделают из старого асфальта, который вывозят из города, где идет масштабная модернизация дорог. Таким образом, старое дорожное полотно получит вторую жизнь и к месту сбора отходов спецтранспорт сможет подъезжать беспрепятственно в любую погоду. Годами утрамбованная земля без насыпи и специальной обработки. Так сейчас выглядит главная дорога, ведущая городской свалки Аргеева. Со временем земля просела и теперь в непогоду, когда идет сильный дождь, добраться до основного места сбора отходов муниципия таким тяжеловесом, как, например, КамАЗ, непросто. Из-за осадков, которые размывают дорогу, проезд становится настоящим испытанием, рассказывает Михаил Гуцу. За рулем массивного грейдера он с 1981 года. И сейчас, по его словам, пришло время привести в порядок и эту дорогу. Делаем дорогу к свалке, чтобы машины могли подъезжать, когда идет дождь. Мы работаем каждый день по 8 часов. К решению проблемы подошли по-хозяйски. Так как сейчас в муниципе идет тотальная реконструкция дорог, старый асфальт вывозят на городскую свалку. Но не как строительный мусор, а как насыпь для подъездных путей. Материал твердый и послужит хорошей основой. На покрытие этих подъездных путей будет использовано примерно 300-400 тонн старого асфальта. Этот материал необходим, чтобы сделать дорогу твердой, чтобы она смогла выдержать многотонную специализированную технику, чтобы грузовики могли беспрепятственно вывозить мусор на свалку. С помощью грейдера груды старого асфальта равномерно распределяются. По мере утрамбовки материала, если это понадобится, добавят и еще один слой – исчебня. Это, к слову, единственная городская свалка в муниципе и располагается на 8 гектарах в микрорайоне Лупа-Айка на окраине Аргеева. Ежедневно 15 единиц техники сюда вывозят около 60 тонн мусора из всех микрорайонов Аргеева. В коммуне Жороди-Межлок в выходные прошла генеральная уборка. Десятки рабочих сначала подмели сельские дороги всех четырех сел коммуны, после чего им на смену пришла спецтехника, которая вымала дороги водой со специальным шампунем. Как рассказала примар коммуны Марина Таубер, подобные мероприятия в селах Молдовы проводились впервые в истории. Настоящая генеральная уборка. По примеру Аргеева и при поддержке примара муниципе Илона Шора, улицы коммуны Жороди-Межлок тоже были вымыты водой со специальным шампунем. Помимо этого, рабочие наводили порядок в парках и скверах всех четырех населенных пунктов коммуны. Мы берем пример с Аргеева. Мы благодарим примара господина Шора за то, что он нас поддержал техникой, всем необходимым оборудованием, которое привезли из Аргеева. Я думаю, вы успели заметить, что сюда приехало много спецтехники, с помощью которой мы моем всю коммуну и наводим порядок, готовимся к важному для нас сезону. Мы продолжим работы по модернизации инфраструктуры. Марина Таубер также рассказала, что сегодня команда примарии работает над созданием специальной службы, которая возьмет на себя обязанность по поддержанию чистоты в коммуне. При этом примар Жороди-Межлок отметила, что нынешняя генеральная уборка – это только начало тех работ по благоустройству, которые еще предстоит сделать весной. Этой весной мы продолжим второй этап модернизации основных дорог, а также перейдем ко второстепенным, которые традиционно уже были выбраны по просьбам жителей всех сел коммуны. Все наши села уже освещены, мы планируем добавить еще несколько опор, чтобы коммуна стала еще более освещенной. По словам местных жителей, пример, который показывает примария коммуны, заразителен. Учитывая все сделанное, властями люди тоже стремятся меньше мусорить на улице, а также стараются чаще выходить на уборку своих придомовых территорий. Тракторами моют нам дороги. Очень красиво. Мы гордимся, что стали такой коммуной, коммуной мечты. Мы живем возле трассы и делаем порядок, чтобы было чисто и у наших ворот. Мы хотим, чтобы и дома было так же чисто. Мне нравится, когда чисто. Я убираю любую бумажку на дороге, приносит ветер что-то во двор, какой-то листочек. Я его подбираю и в мешок. Сейчас лучше стало. Красиво. Я хожу вот на почту за пенсией по тротуару. Вся эта уборка, весь этот порядок в селе строят, делают дороги, тянут освещение. Сделали очень много. Большинство дорог сделали после того, как примаром стала Марина Таубер. До этого здесь было забытое село, и никто о нем не слышал. И о коммуне тоже. А сейчас, честно скажу, мы благодарны. Я очень благодарна. В зале присутствовали как театральные звезды, так и начинающие актеры. Члены жюри присуждали баллы за наиболее яркие театральные работы 2018 года. Церемония гала премии «Унитер» открылась выступлением юной скрипачки Петры Плешко. Победители выбрала итоговая жюри, в состав которого вошли актеры и режиссеры Светлана Радо, Александр Дикусар и Тудор Маковенко. В номинации «Дебют года» победила молодая актриса Елена Фрунзе-Хатман. За роль Анны Франк в спектакле «Дневник Анны Франк», поставленного в театре Алексея Матиевича. Это мой дебют в драматическом театре. До этого я работала в кукольном театре. Для меня это стимул, и, конечно же, я не буду на этом останавливаться. Для меня большая честь, что так высоко оценили мою работу. Награду за вклад в искусство получил Владимир Завалин, актер Государственного русского драматического театра имени Чехова. А в номинации «Лучшая мужская роль» победил Александр Шишкин из театра «С улицы Рос». Он получил премию за роль парикмахера в спектакле «Цирюльники с провинции». Награды вручала вице-председатель политической партии «Шор» Марина Таубер, которая выступила с эмоциональной речью. Я очень хорошо понимаю вашу работу, потому что сама управляла общественной организацией – Федерацией тенниса Молдовы. Поэтому знаю, что культуре и спорту, к сожалению, не уделяется должного внимания в нашей стране. Примите от нас самые достойные комплименты, и с помощью этой премии, которую мы вручаем сегодня, мы хотим выразить свою благодарность. Это не просто важно, это необходимо. Актер должен видеть, что он движется в правильном направлении, что его оценивают. Потому что зрительская реакция – да, это хорошо, но когда тебя оценивают профессионалы, настоящие люди искусства, и дают свою оценку, порой высокую оценку, это замечательно. Театральный союз Молдовы вручил премии в 38 номинациях, включая 14 именных премий, специальную премию жюри и премию «Человеку из-за кулис». Это были все новости этого часа. В студии была Анна Симакони. Всего хорошего и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова